Вот такое небо в конце июня у нас в Москве. Я нахожусь на лугу, на опушке леса. Кипреевско-листный, в простонародье он называет ван-чай. Во всем мире до революции он был под называемым русский чай. Это был, если говорить о русском экспорте, я на первом месте стоял, на втором ревень, а дальше шли пушнина, золото и прочее. И не случайно в 1941 году, когда гитлеровцы подошли к Ленинграду, их танковый клин, вместо того, чтобы ударить по нашим позициям, резко двинул в сторону населенного пункта, где находились лаборатории и поля по выращиванию этого кипрейного чая, и ван-чая. И танками утюжили поля, лаборатории, уничтожали все. То есть уничтожали глобального конкурента на мировом рынке. Вот так, чтобы вы понимали, что такое иван-чай. Сейчас традиции практически вот так на энтузиастах держатся, государство я не видел, чтобы где-то его возрождало. Ну а мы будем сейчас собирать, я попутно расскажу, что такое иван-чай вообще, чем он ценен. В данном случае неудобнее от макушки и до середины. Снимаем эти листья. Дальше неудобнее от макушки. Дальше неудобнее от макушки. Чая прорва. Снимаем только серединку. Мы не жадные, правда, Иван? Да, оставляем верхушку и там наш нижний. Очень удобная сумка кенгуру. Цветочки мы возьмем, когда уже набьем полную сумку, сверху цветочками заварим. Я потом расскажу вам, для чего мы их возьмем. Очень нужная вещь, правда? Да. Самое главное все полезно. Ой, это не просто полезно. Это самое лучшее, кстати, противовоспалительное средство из всех имеющихся на планете лекарственных растений. Вот такая у нас объемная сумка. Сумка кенгуру. Очень удобно. Обе руки свободны. Она висит на шее. Мешок полотняный. Трава в нем не вздыхается, не вялится. А я иду к следующему острову. Вот, чтобы приготовить примерно килограмм Иван-чая, нам нужно собрать пять килограммов листьев. Примерно выходим один к пяти. После ферментации и так далее. У меня здесь уже, судя по всему, килограмма три. Но я, наверное, сбор уже на этом прекращу. Вот, очень много кусок только-только на стаде расцветания. А собираем мы, в основном, с таких вот, которые еще не свели. Только-только приготовляются. Если использовать его в сочетании со смородиной, листьями смородины, это будет сильнейший природный энергетик. Сильнейший. Соответственно, поставили мы коробку. Включаем, чтобы вместе с коробкой был ноль. И видим этот ноль. Теперь ставим туда. И то мы собрали два пятьсот десять чистого веса. Примерно полкилограмма чая. Полкилограмма чая будет. Это очень даже немало, я вам скажу. Очень немало. Но нужно еще столько же собрать. Весь принесенный чай мы выложим в емкость. После этого я его весь переберу, потому что попадаются такие листья испорченные. И разложу у меня наверху в мансарде. Там температура очень сухая. Температура примерно 24-25 градусов. То, что нужно. Я его положу примерно на сутки. Хотя уже завтра к обеду я буду смотреть, как он будет вялиться. Первый этап это вяление. Я буду смотреть по листу, если я его сомну. И он будет продолжать возвращаться к прежней форме. Значит недостаточно собирается. Вяленый лист он должен сминаться. И как только это произойдет, мы начнем процесс ферментации. То есть будем брать, перетирать такие колбаски, чтобы он дал сок. Укроем влажной тряпкой и поставим в темное место. Ну примерно так же. После этого мы достанем и будем сушить. У меня есть ретросушка специальная. Я потом все вам покажу. Как сушить. Это будет второй этап. Непосредственно вы уже увидите выход этого чая. А пока что я его выложу. Переберу. Утомлять не буду идти этим процессом. И разложу ровным слоем. Слой должен быть небольшой. 3-5 сантиметров. Чем меньше слой, тем лучше будет вялиться. Не будет бреть. Но если помещение сухое, там бреть не будет. Он будет просто вялиться. Но подходить почаще и перегребать. Вот сейчас положу ветер. Перед тем как я лечь спать, я его переворошу. Утром встану опять переворошу. Собственно говоря, вот такой процесс. И он прекрасно завярится. Видите, сколько много получилось? Вроде бы 2,5 килограмма всего. И такая огромная емкость. А представьте себе, чай будет всего полкилограмма. Весом, конечно, он легкий. Будет полкилограмма. Но этого количества очень много. Это немало. Немало. Ну вот, собственно, перебранный лист кипрея. Уложен слоем на диван в нашем здесь закутке. Сейчас показывать не хочу, не буду. Это будет отдельный обзор второго этажа. А пока что смотрим. И даже не верят, что из этого огромного количества получится всего лишь 500 граммов. Ну, так оно и есть. Еще разок я съезжу, чтобы увеличить количество вдвое. И тогда этого килограмма чая нам хватит до следующего урожая. Теперь, наверное, вы убедились, что сбор чая, сбор его производства, это не такая простая штука. И иной, наверное, подумает, да ну его лучше взять-то липтун с пакетиком погрузить. Нет, ребята, это кладовое здоровье. Это кладовое здоровье. Во-первых, сам процесс сбора в такой эйфории. Представляете, на лугу огромное необъятное небо с коровами пушистыми облаков. Дышишь, воздух такое сухо. И особенное удовлетворение, это даже не то же сбор грибов. Потому что этот процесс такой быстрый и богатый. Видите, грибы еще найди за сухим летом. А это вот тебе. Какое огромное удовольствие. А какое удовольствие будете испытывать, когда будете пить чай. Я еще дам кучу рецептов с этим чаем. Потом, когда уже будет готов, я дам свои три любимые рецепта. Это верх. А потом еще мы будем с вами делать квас. Ну, пошли анонсы. Оператора нет. Я начал опять болтать слух. Все, прекращаю на этом. И до следующего этапа. Всем хорошего дня. И до следующего этапа, который будет буквально через пару суток. Мне надо все приготовить, снять и показать вам. Поехали. 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 Поехали.